Мир вам, братья и сестры! Спасибо! Я очень рад, что мы можем вместе с вами почитать Слово Божие и порассуждать над ним. Я хотел просто, пользуясь случаем, от сердца поблагодарить вас за ваше молитвенное служение, за вашу поддержку в служении, которое совершается в Центральной Азии, за то, что вы благословляете, отпускаете своих братьев, служителей. Я уже их опять приглашаю, говорю, мы будем очень рады. И можете группу взять с собой, певчу тоже. И для нас это большое благословение. Я это говорю не потому, что я так должен говорить. На самом деле мы имеем большое от этого благословение. Это, знаете, это поддержка, во-первых, большое ободрение для нас всех. И для нас это свидетельство, что Бог помнит нас, что Он любит нас, что Он не забыл нас. И мы получаем новые, свежие мысли, откровения Слова Господнего. И у нас это есть огромная нужда в этом наставничестве, ученичестве. Так что мы будем очень вам благодарны. Мы благодарны, что вы в разных участвуете, тоже в служениях, материально поддерживаете. Я хотел сказать, понятно, за все слава Богу. Но Бог ищет людей, не все откликаются. И мы очень рады, что вот в лице вашей церкви, многих братьев, сестер, мы ощущаем вот эту сердечность, вот это христианство, вот эту простоту отношений. И я хочу сказать, что я чувствую себя очень хорошо среди вас, как дома. Скажу откровенно, не всегда легко, даже бывает, проповедовать в некоторых местах. Но очень важны близкие отношения. Мне вот так на сердце думал, что мы можем в этот вечер говорить. У меня на сердце поговорить о нашей молитвенной жизни, братья и сестры. Я хотел в основании вот тех мыслей, рассуждений, которые вот ложатся на сердце, прочитать из Евангелия от Луки с 11 главы. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему, «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Он сказал им, «Когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого». Аминь. Я не знаю, братья и сестры, как вам нравится ваша молитвенная жизнь. Давайте мы сегодня каждый проверим свою молитвенную жизнь. Я не хотел вас спросить, молитесь вы или нет. Я хотел спросить вам, нравится молиться или нет. Находите ли вы удовлетворение, есть ли внутреннее тяготение, есть ли желание общаться со святым и праведным Богом, и есть ли это самое желанное время, вот куда наши мысли снова и снова возвращаются, что приносит нам удовольствие, вот какие мысли, какие чувствования. Я думаю, это очень-очень важные вопросы. Есть много разных видов молитвы, и ученики наблюдали за жизнью своего учителя, и они видели, как он молился. Иногда они этого не видели, они только знали, что он провел это время в молитве. Это были общественные молитвы, молитвы в узком круге. Но знаете, когда действительно ведется молитвенная жизнь, она влияет и формирует наше окружение, вольно-невольно. Как-то эту весну мы с одним братом летели самолетом с Узкоминогорска в Астану, и вот тут сели уже, мы и до этого молились, уже сели, и я говорю, давай помолимся еще. Уже ремни пристегнули все, и я так помолился, так чтобы, ну, не кричал, конечно, на весь самолет, но чтобы он это слышал. Мы вдвоем попросили благословения. Когда я открыл глаза, смотрю напротив, женщина смотрит на меня, говорит, вы кто? Я говорю, я человек. Она говорит, вы поп? И я говорю, я христианин. А что вы сейчас делали? Я говорю, я молился. А о чем вы молились? Ну, я помолился, я говорю, чтобы самолет хорошо долетел, чтобы ничего с нами не случилось, с пассажирами. Я говорю, вы можете быть абсолютно спокойными. Мы помолились, мы все придали в руки Бога, и экипаж, и слушай персонал, и всех пассажиров. Будьте абсолютно спокойны. Я удивился реакции этой женщины. Она прям почти поклонилась нам, вот сидя на кресле, она говорит, спасибо. Знаете, люди реагируют, люди замечают. И я думаю, что есть много моментов, когда мы могли бы вот сейчас вспомнить, когда мы были послушны Духу Святому или непослушны Святому, какая реакция бывает от этого. Я сам переживал удивительные моменты. Обычно, когда бывают где-то дороги, в пути, хочется кому-то засвидетельствовать об Иисусе Христе. Я использую молитву, использую Библию. Например, если лечу в самолете, я кладу там Библию, если кто-то рядом сидит. И как-то я помню тоже летел с Астаны, летел в Ташкент. И там был один человек, узбек по национальности. Ну, я говорю, добрый день, здрасте. И я говорю, далеко летите? Домой. Ну, я понял, что как-то он вроде и то ли не настроение, думаю, может, я что-то не так спросил. Ну, хорошей дороги вам, спасибо. И, ну, мы уже взлетелись, стюардессы начали разносить что-то там покушать. И я не думая ни о чем, что за мной кто-то наблюдает, я просто так склонил голову и так губами шевелю, молюсь и прошу благословения. Повернулся к нему и говорю, приятно, вам аппетита. И смотрю, он так на меня смотрит, говорит, что вы сейчас делали? Я говорю, я молился. Он говорит, о чем? Я говорю, я просил благословения на эту пищу. Он говорит, правда? А вы можете за мою пищу помолиться? Я говорю, могу. Я так наклонился к нему, взял его под нос с едой, и так уже самолет-то гудит, и на ухо. Вы знаете, это была настолько удивительная встреча. За эту дорогу мы с этим человеком молились, он исповедался, он оказался с аппарата президента Каримова, тогда президент Узбекистана был Каримов еще, да. Летел с очень важной встречи. Большой человек. Но знаете, человек, который нуждался в Боге. Я так подумал, у меня мысль такая не могла прийти, даже я это сделал не ради этого человека. Просто сделал, была внутренняя потребность, помолиться, попросить благословения. Я подумал, как важно, чтобы мы вели молитвенную жизнь правильную. Это видят наши дети, это могут видеть наши соседи, это видит наше окружение. Некоторые люди, знаете, они вслух никогда не молятся на собрании. Я не знаю, как у вас это происходит, но по местной церкви, где я нахожусь, есть люди, я никогда не слышу, чтобы они вслух помолились. Я им обычно говорю таким людям. Вы знаете, есть такое место, в песне песней написано, голубица в ущелье скалы. Покажи мне лицо твое, дай мне услышать голос твой. Говорит, товарищи слышат твой голос, да? Я думаю, это что-то неправильное. Я уверен, что многие теряют благословений, и когда некоторые говорят о том, что они не молятся вслух на собрании, потому что они не красноречивые, в душе-то, говорит, у нас там все нормально, говорит, да? А вот, говорит, я не могу, говорит, выразиться красиво и правильно. Знаете, я удивляюсь, откуда у этих людей появляется красноречие, когда им кто-нибудь на ногу наступит. Вы знаете, они становятся красноречивые, они могут говорить эти люди. Я думаю, что это большой урон. Можно много говорить о таких молитвах. Я хотел сегодня в общем сказать что-то о молитве. Я хотел просто мотивировать, братья и сестры, нас сегодня и себя самого на молитвенную жизнь. Бывая очень много в разных поездках, знаете, я замечаю, что молитвенные собрания в многих местах пренебрежения. Я думаю, если мне это больно, то как должно быть больно Господу? Бывая в домах у многих братьев, даже служителей, бывая в разных местах, иногда я задаю себе вопрос, когда братья молятся? Когда он успел помолиться? Это же очень серьезно. Вы знаете, ученики заметили, что их учитель молился. И это было настолько непохоже на их молитвенную жизнь, что Иисус дал им направление молитвы. Он сделал это для того, чтобы изменить их молитвенную жизнь, которая должна была изменить их жизнь и обновить их отношения с Отцом Небесным. И знаете, когда мы говорим о молитве, мы говорим о духовной близости, мы говорим об общении. Смотрите, вот как просто Иисус учит учеников молиться. Он говорит им, когда молитесь, говорите, Отче наш, Сущий на небесах. Он хочет, чтобы у нас было ощущение любви и безопасности. Вот святой и праведный Бог, наш Отец. И Он зовет вот эти близкие, сердечные отношения. Он говорит, что это право, говорит с Ним. Он говорит, что мы Ему не чужие. Это наш Отец. Если мы пережили духовное возрождение, и это чрезвычайно важно. И вы знаете, ученики наблюдали за жизнью своего учителя, и они решили его попросить, чтобы он научил их молиться. Я не знаю, о чем мы сегодня будем с вами молиться, но если кто-то понимает, реально есть, вот знаете, есть ущерб, вот нету даже внутреннего удовлетворения, ну, например, как-то один брат мне говорит, слушай, говорит, тебя не смущают детские заученные молитвы? Ну, в семье, когда детские еще маленькие, иногда дети молятся заученными молитвами. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю, меня никогда не смущали детские заученные молитвы. Меня смущают взрослые заученные молитвы. Я помню, когда я только начал ходить на служение, вот так слушал проповеди, пение, я заметил, что многие люди говорят одно и то же. У нас был один человек, я мог на пять предложений вперед сказать, о чем он будет молиться. Он говорил одно и то же, из раза в раз. И когда ему говорили, что он должен не один молиться, ему он так выражался, как будто собрание не собрание, если он не помолится. Он думал, вот его молитва должна быть обязательна. Иногда нам кажется, что вот нам хочется, чтобы другие помолились. А он думал, вот если он не помолится, но он говорил одни и те же вещи. Братья как-то мне рассказывали один случай. Они посещали одного человека, ему было 72 года. И когда они были вечером, он уже одинокий был, он на ночь пригласил этих братьев там. И вечером на вечерней молитве он молится и говорит, Господи, благодарю Тебя за этот день, благослови моего папу, благослови мою маму, благослови нас на отдых. Ну и потом они говорят ему, брат дорогой, а сколько же вам лет? 72. Это же надо, какое благословение. Еще и папа, мама живые. Он так раз только. Да нет, они давно умерли. А о чем вы сейчас молились? А я что, не подумал даже. Я с детства как выучил. И так через всю жизнь за папу и маму, даже не задумываясь, вот что он говорит. И вы знаете, у учеников была проблема. Они видели, что у учителя есть реальная живая связь. Они видели, что он черпает силы. И вы знаете, когда у нас нету правильных, личных отношений в молитве, тогда и наши молитвенные собрания становятся скучными, нудными, нежеланными. И люди не получают благословения. Потому что у людей появляется искушение у некоторых. Они хотят своей молитвой произвести впечатление на слушателей. Их больше беспокоит, что скажут люди после их молитвы. Красиво помолился или некрасиво, правильно или неправильно. Вот это волнует, чем само отношение со святым и праведным Богом. И это, конечно же, неправильно. И много, я не знаю, все, что еще смущало учеников, но в конце концов они пришли к такому выводу, что что-то у них неправильное. Я не знаю, из чего это сложилось. Может быть, вот эта история с самого начала, когда мы читаем Евангелие от Марка, первую главу, там очень быстро разворачивается событие. Уже Иисус там исцеляет больных людей. Помните, Он пришел в дом Симона Петра, и теща была больна, он излечил ее, она стала им служить. И был очень-очень напряженный день. И мы читаем, при наступлении же вечера, когда заходило солнце уже. Я не знаю, сколько это было время, но написано, что весь город собрался к дверям. Весь город. Казалось, уже мечты о том, чтобы отдохнуть, где-то просто успокоиться. И написано, что люди приносили к Нему всех больных и бесноватых. Это не просто, что они стояли в дверях и хотели что-то послушать. Это очень-очень нелегкое служение. Помните, когда Иисус однажды исцелил одну женщину, Он говорит, кто прикоснулся ко Мне? Ученики говорят, ну неужели ты не видишь, что вот народ теснит тебя? Мало ли кто мог прикоснуться. Он говорит, нет, сила вышла от Меня. Мне приходилось, как служителю, молиться за одержимых людей. Вы знаете, это очень-очень-очень непростое служение противостать этому демоническому миру. Это нужно быть в особо близких отношениях с Богом. Когда-то ученики сказали, когда они были на горе преображения, спустились вниз. И помните, там был больной юноша, они не могли ничего сделать. Иисус сказал, сирот изгоняется не иначе, как постом и молитва. И вот к Иисусу привели многих больных и одержимых. Так говорит нам текст бесноватых. И Он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов. Я не знаю, сколько было время. Но удивительный текст мы читаем дальше. А утром, став весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. Вы знаете, рано. Понятие же очень растяжимое. А есть еще весьма рано. Но должна быть очень серьезная причина. Правда же? Иисус знал, что значит молиться. Он знал, что вся сила. Он когда-то сказал, я ничего не делаю от себя. Я творю волю пославшего меня. Он знал волю Отца Небесного. У него была вот эта живая связь с Отцом Небесным. Он получал эту силу. На одной из молодежной конференции я задал как-то молодым людям вопрос. Я говорю, как вы думаете, сколько было время? Весьма рано. Они так задумались. И вдруг один юноша говорит, ну, наверное, часов восемь, говорит. Я думаю, мы так с вами не думаем, что это было восемь часов. Это же не весьма рано, правда? Сколько весьма рано? Три, пять, кто больше. Но это было действительно рано. И не потому, что человек не хочет спать, правда же? Мне как-то пришлось быть в Южной Корее. Мы там беседовали с братьями-служителями. И один из братьев говорил о благословении, которое переживают южнокорейские баптисты, вот ведя молитвенную жизнь. Каждый день до работы, это было в Сеуле, они собираются в доме молитвы и проводят молитвенное общение. Каждый день. Каждый день. Вы знаете, это непросто. Мы специально ходили смотреть, и такое впечатление, знаете, кажется, когда эти люди отдыхают вообще? И мы так спросили, и кто-то наших братьев, там целая делегация была, говорят, ну, а что, корейцы, может, спать не любят? И один из братьев сказал, нет, корейцы любят спать. Мы, когда, говорит, были маленькими детьми, мы даже вот между собой разговаривали, думали, вот придем на небо, мы попросим Бога, чтобы он показал того корейца, который первый придумал рано вставать и молиться. Это было нелегко. Их учили в семьях об этом, родители учили, важность молитвенной жизни. И вы знаете, ученики видели молитвенную жизнь Иисуса. Мы читаем дальше, что он удалился пустынное место и там молился. Симоны, бывшие с ним, пошли за ним, и, найдя его, говорят ему, все ищут тебя. Ученики просыпаются, Иисуса нет. Вы знаете, они поняли, у них не так. Когда надо молиться, они спали. Помните Геусемания? Иисус говорит, неужели не могли вы пободрствовать со мной хотя бы один час? Некоторые люди говорят, ну о чем можно говорить целый час? А Иисус говорит, хотя бы один час. В другой раз, когда можно было отдыхать. Помните, когда была буря на море, и когда Иисус сказал, мы переправимся на другую сторону. И когда лодка была посередине моря, поднялась буря, а он спит. А они не могут спать. Господи, погибаем, спаси нас. И потом он встал, запретил ветру и море, и сказал, что вы так боязливы, маловеры. Знаете, на первый взгляд кажется, Господи, но почему ты их упрекнул? Ведь они же к тебе обратились. Но дело в том, что Иисус им сказал, мы переправляемся на другую сторону. Он не сказал, что попытаемся переплыть море. Он не сказал, что может быть. Он сказал, мы переправимся на другую сторону. И спит. И они могли быть спокойными. С ними был начальник жизни, когда он поднял руку и сказал, умолкни, перестань. Что-то пришло, знаете, в их сознание. Итак, я хотел сказать, братья и сестры, что иногда я думаю, что может поменять молитвенную жизнь народа Божьего. Что может молитвенную жизнь сделать действительно прилежной, усердной. Чтобы, знаете, когда мы читаем первоапостольскую церковь, они были прилежны в молитве. Они были усердны. В одном месте написано, когда они молились, что земля поколебалась по молитве их. И были удивительные результаты. Тысячи людей обращались к Богу. Сегодня есть много знаний о молитве. Но пропасть между знаниями и практикой молитвы такое впечатление становится все больше. Я думаю, что мы должны время от времени проверять себя на предмет нашей молитвенной жизни и быть очень честными. Мы не должны делать вид, что все нормально, если не нормально. Как-то беседуя вот так, в доверительных беседах с некоторыми людьми, знаете, некоторые делятся и говорят, ну, читаю Библию. Но, если честно, тянет больше к компьютеру. Думаю, быстренько дочитаю и уже не дождусь. У меня есть чувство предвкушения, удовольствия, когда я буду сидеть возле компьютера. Вот это время меня не бременем. Это пугает, правда же? Если человек торопится быстренько помолиться, быстренько почитать, как бы галочку поставить, но это не несет удовлетворения. И это очень серьезно. Мы читаем послание Кевсяна, 5 главе, 1 стих написано «Подражайте Богу, как чадо возлюбленное». Мне очень хотелось, чтобы мы взяли эти уроки из молитвенной жизни нашего учителя. И сегодня помолились о том, чтобы вести молитвенную жизнь. Он был Сын Божий и нуждался в молитве. Тем более мы с вами, братья и сестры, тем более мы с вами. Апостол Иоанн в своем первом послании во 2 главе 6 стих говорит «Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал». Мы говорим, что мы дети Божии. И мы должны поступать, если мы в нем, Дух Его нас побуждает к этому. Это надо очень постараться, чтобы, в кавычках я хотел это сказать, чтобы угасить этот Дух, потому что Дух Божий побуждает человека молиться. И это нормально. Мы читаем, Иисус сказал, «Почему надо молиться?» Чтобы не впасть в искушение. Как много людей впадает в искушение. По одной простой причине. Они не ведут правильную молитвенную жизнь. Почему сегодня столько отпадений? Почему такая слабость духовная у многих людей? Пренебрежение собственной душой. Человек не черпает ту силу, которую он может получать от лозы, если он как веточка оттуда, через молитву, получает в эту силу. Помните, в Евангелии от Луки мы читаем в 3 главе 21 стих, написано, что когда Иисус крестился, когда же крестился весь народ, Иисус крестившись, молился, написано, отверзлось небо. отверзлось небо. Увы, некоторые христиане сегодня говорят, я, говорит, молюсь, у меня такое впечатление, говорит, что моя молитва до потолка. Вот как будто преграда какая-то. И мы должны очень быть честными, мы должны очень быть открытыми, потому что это может привести к катастрофе, к отпадению может привести, потому что сколько можно изображать силу Божию. Это признак последнего времени. Библия говорит, люди будут иметь вид благочестия, а силы не будут иметь. Не будут иметь силы. Вся сила в Боге. И мы читаем этот Псалом 61, однажды сказал Бог, и дважды слышал я это, что сила у Бога. Иисус дает нам пример. Смотрите, когда небо отверзлось, написано о том, что Дух Святой в виде голубя сошел на него, и был голос с неба. Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И это было не случайно. Если внимательно читать Священное Писание, то мы находим сразу в следующей главе. Он был введен Духом пустынью для искушения дьявола. И какое было искушение? Если ты Сын Божий. Но Иисус молился, и Отец сказал, это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. Отец опередил это. Это было свидетельство Отца. Это Сын Мой возлюбленный. Молите, чтобы не впасть в искушение. Мы не знаем, что встретят нас завтра, третьего дня. Мы не знаем, что будет сегодня. И поэтому для того, чтобы вести правильную молитвенную жизнь, нужно время. Выделенное время. Не на ходу, не на бегу это должно быть. Мы читаем дальше, когда у Иисуса бывали особые моменты, особенно евангелист Лука это описывает очень детально и подробно его молитвенную жизнь. Перед тем, как избрать учеников, мы читаем в Евангелии от Луки в 6 главе 12 стих «В те дни зашел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу». Я не знаю, братья и сестры, вы когда-нибудь проводили молитвенную ночь? Я знал одну семью, они как-то увлеклись вот этими фильмами, знаете, там, я даже не знал, что бывает столько серий. Сначала я услышал, что есть 10 серий, потом говорят, 100 есть серий каких-то, и больше даже, да? И вот они муж с женой свидетельствовали вечером серии, ну еще одну серию, еще одну серию, еще одну серию, еще одну серию, говорят. И потом кинулись, говорят, уже солнце всходит. Всю ночь провели, только не в молитве. Всю ночь. И сами стыдились, и мучились совести, да? И сна вроде бы не было, понимаете? Вот попробуй человеку сказать, беда есть, надо помолиться за кого-то, провести ночь молитве. Вы знаете, это, некоторые говорят, это нереально просто. Но мы же, говорят, в теле находимся, Бог нас не заставляет, да? Мы же должны в конце концов отдыхать, им надо было на работу идти, и это все не помешало. Но хорошо это привело к покаянию, к сокрушению, к изменению, к исправлению. Я не думаю, что Иисус действительно ожидает, чтобы мы каждую ночь провели в молитве. Но это говорит о серьезности подхода. И потом, когда Он спустился с горы, Он избрал этих 12 учеников. И был с ними написано. Это очень важно. Братья и сестры, я как-то, один брат со мной поделился и говорит мне, я не знаю, о чем люди говорят, некоторые целый час молятся. Я, как-то попробовал, засек время, говорил, 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 уже не знаю, что говорить. Посмотрел на часы 7 минут, не знаю, что говорить. О чем люди молятся? Знаете, вот сам пример, без комментариев о чем-то говорит. Я ему говорю, дорогой, да это же не надо, это же не монолог, это диалог. А ты побудь просто в общении, выдели это время. Тебе же некогда даже услышать. Ты только говорил, 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 вскочил и побежал. Посмотрел время и всего лишь. Братья и сестры, чувствуйте ли, сколько есть искушений. Что сатана только не предпринимает, он знает, что если мы будем вести правильную молитвенную жизнь, наша жизнь будет успешна. Наша жизнь будет приносить плод. Он знает, что мы победим искушения. Он знает, что мы будем жить победной жизнью над грехом. Он знает, что нам откроется воля Отца Небесного. Он знает, что мы будем творить Его волю. Он знает, что мы тогда будем расти духовно. И я думаю, что в этой области враг души особо прилагает много усилий. Вы помните пророка Даниила? Написано, в нем был высокий дух. Очень интересно. И враги подсматривали. Мы можем не сомневаться, что противник наш дьявол. Вы помните, когда-то, мы читаем книги Иова, был день, когда сыны Божьи пристали пред лицо Божие, между ними пришел сатана. И Господь сказал, откуда ты пришел? Обошел всю землю. Какое усердие. Обратил внимание на каждого человека. Ищет. Ищет, кого может поглотить. Ищет тех, которые пренебрегают молитвой, чтобы поразить этих людей. И вот, мы здесь на земле, странники, пришельцы, противник наш дьявол ходит, как рыкающий лев, ищет кого поглотить. И вот мы читаем книги пророка Даниила, они стали искать обвинения против Даниила и не могли найти. И они поняли, что секрет его силы и благословений сокрыт в его Боге. Надо что-то вот в его отношениях с Богом разрегулировать, порвать нужно. Что-то нужно сделать. И тогда они сами в себе решили. Они подсматривали за ними раньше. И они обратили внимание, что этот человек имеет связь с Богом. Он три раза в день склоняется у открытого окна и он говорит с Богом. И они поняли, вот она успех, вот она сила. Вы знаете, это был не самый свободный человек. Иногда мы оправдываемся, думаем, у нас времени нет. Я хотел просто спросить, давайте вот подумаем, вот когда у нас не хватает времени, где мы вырываем это время? Из завтрака, из обеда или из молитвенного времени? Когда нам надо очень много сделать. Мы больше молимся или меньше сделаем? Молимся. Библия говорит, человек, который в законе Господа пребывает, который имеет общение с Богом, он во всем успеет. Нам трудно представить себе, что наш Господь Иисус бегал по Палестине и говорил, опаздываем, Петр, давай быстрее, бегом, надо еще успеть в Назарет и так далее, и так далее. Вы знаете, наоборот, мы удивляемся, Он идет и по дороге два слепых, и они кричат и говорят, замолчите и так далее. Написано, Иисус остановился. Я думаю, вот у Него была эта власть и эта сила, и что даже враги должны были признать и сказать, никогда никакой человек не говорил так, как Он. И вот, анализируя жизнь нашего Господа, жизнь людей из Писания, которыми Бог пользовался, я прихожу к твердому убеждению, что люди, которыми Бог пользуется, это люди молитвы. Люди, которые мало молятся, делают меньше всего. Это может так выглядеть, знаете, шуму можно много поднять, но чтобы были результаты действительно для славы Божьей, чтобы это был плод для Царства Небесного, это должен быть человек молитвы. Человек, который молится, это, как правило, человек, который пребывает в смирении. Гордым людям это не нужно. Они надеются на себя, на свои способности, на свои таланты, и поэтому они мало времени проводят в молитве. И человек, который молится, он как бы говорит, и я не могу, у меня нет этих сил. Они просят у Бога вот эти силы, вот эту способность, и Бог благословляет этих людей. Братья и сестры, вам нравится ваша молитвена на жизнь? Она на высоте? Если вот это выделенное время, если радость вот этого общения, если в нашей жизни идут постоянно поражения, мы должны задать себе вопрос, почему? Почему столько падений? почему охлаждение любви? Почему иногда нету силы вместить просто какого-то брата или сестру? Почему нету силы жить по Писанию? Я думаю, очень серьезная причина – это нету правильной молитвенной жизни. ученики это все видели. То они думают, кто будет больше в Царстве Небесном, кто сядет по правую и левую сторону. Что только не происходило. В конце концов, они попросили своего учителя, сказали, научи нас молиться. Научи нас молиться. Почему? Потому что, когда мы молимся, тогда мы находимся со Христом. тогда мы становимся как Христос. Тогда мы живем как Христос. Когда мы ведем правильную молитвенную жизнь. Я помню, как-то один брат служитель со мной поделился, и он говорит, у меня есть правило. Знаете, должна быть молитвенная дисциплина. Он говорит, я никогда не сплю больше семи часов. Я не хочу сказать, что кто-то себя чувствовал сейчас виноватым, если он спит восемь часов. Но если вы спите по двенадцать часов, это уже нехорошо. Я думаю, что все равно нужно как-то регулировать зависимость от возраста и так далее. Он говорит, я сплю семь часов. Если я ложусь в десять часов, тогда я ставлю будильник на пять утра. я никогда не сплю больше. И он как-то так рассказывал, говорит, вот здесь я лежу, и вот здесь стоит будильник. Когда будильник зазвенел, я одной рукой нажимаю на будильник, второй рукой я скидываю одеяло. Я никогда не лежу одну минуту под одеялом после будильника. никогда. А как у вас, братья и сестры? Вы знаете, есть искушение, ну, еще пять минут, но они же нам ничего не дают. Определенно можно сказать, что это искушение. А потом бегом не успеваешь, потом напряжение какое-то и так далее. Братья и сестры, мне так хотелось, чтобы мы сегодня помолились, чтобы Господь помог нам. Может быть, все нормально. Если все нормально, давайте мы в таком молитвенном, коленопреклоненном состоянии, поцелуем ноги распятого Господа, за это право общаться с Ним, что Он вел нас в это присутствие, через Него мы имеем доступ к Отцу и мы можем сказать, Отче наш, это наш Отец. Я думаю, нам, родителям, неприятно, когда дети с нами мало разговаривают, правда же? Бываешь в разных семьях, смотришь там, недавно я был в одной семье, пришел их сын домой, он так, привет, и ушел. Весь вечер его не видно было. Я видел, как родителям было неловко, дом и гости, он даже не подошел, не подал руку, родителям как-то было неудобно, ну что сын себя так повел. Я думал, ну элементарное уважение к самим родителям. Представьте себе, такая цена заплачена, такая цена заплачена. И если мы пренебрегаем этой возможностью общаться с Отцом Небесным, мы должны это воспринимать не как долг, не как обязанность, а сколько надо молиться. Мы должны это воспринимать как право. Он принимает нас, Он любит нас, Он ждет нас. С самого раннего утра. Он хочет с нами общаться, Он хочет дать нам совет, Он хочет наставить нас, Он хочет укрепить нас, Он хочет благословить нас. И ученики об этом помолились. Они сказали, научи нас молиться. Иисус это сделал. Я верю, что Он хочет и нам всем помочь. Иногда мы жалуемся на обстоятельства, на людей, но причина в пренебрежении собственной душой, когда мы мало молимся. Я хотел бы, чтобы мы помолились за тех, которые, может быть, никогда не молятся. Слух, по крайней мере, на собрании. Я хотел бы, чтобы мы помолились, чтобы Бог научил нас молиться, чтобы наша молитва была назиданием и благословением для собрания, когда мы вслух молимся. Помолиться о том, чтобы наша молитвенная жизнь формировала молитвенные служения в наших семьях. Это тоже очень важно. И чтобы это стало чем-то естественным, чтобы мы были людьми молитвы. молитвенная жизнь жизнь это такая холодная, умирающая вот такое состояние. Прости, обнови. Может быть, кому-то нужно просто признаться, исповедать какой-то грех пред Господом, потому что грех всегда разрывал отношения человека с Богом. Если человек не исповедует грех, если он делает вид, что греха нет, но он есть в жизни, он там уже укоренился, и человек пытается говорить с Богом, конечно, Бог его не слышит. Написана молитва грешника мерзость в таком состоянии. И Бог, когда нет этого общения, она становится формальной молитвой, человек в конце концов перестает молиться. Или может быть это то состояние, как пророк Исаия говорит в первой главе, говорит, вы умножаете моление, Бог, это я не слышу. Перестаньте, говорит. Почему? Он говорит, беззаконие празднование, это идет параллельно. То есть человек пытается остаться в этом состоянии вины и греха и делает вид, что все нормально. Братья и сестры, давайте мы сегодня как ученики, смотря на молитвенную жизнь нашего учителя, нашего Господа, а можно было бы еще много привести моментов, как он молился, он делал это при крещении, и он заканчивал свою жизнь на кресте тоже молился, он молился в Гефсиманском саду, он молился так, чтобы пот его был, как капли крови, которые падали на землю, он молился на кресте, это произвезло огромное впечатление, вы помните, он говорил, отче, прости им, они не знают, что делают, молитва, если мы хотим служить Богу, братья и сестры, чтобы это действительно значило служение в его глазах, мы должны молиться, потому что служение воспламеняется от молитвы, именно от молитвы воспламеняется служение, и если мы молимся, небо открывается, там Дух Святой проявляется, когда мы ведем молитвенную жизнь, и если человек молится, ну, скажем, в течение дня, пять минут, о чем это говорит? Я как-то в одном месте сделал такое анонимное анкетирование, были тоже молодые люди, и я попросил, чтобы они не учитывали время молитвы за завтраком, за обедом, за ужином, а просто по потребности, сколько в день они молятся. Знаете, результаты были печальные, там где-то в среднем получалось по три минуты. О чем это говорит? Мне так видится, что это говорит о том, что человеку Бог в принципе не нужен. Может, это немножко резко, но это говорит о печальных отношениях. Один Бог знает правду нашей молитвенной жизни. Один Он знает, что на самом деле происходит в нашей душе, насколько мы любим общаться с Ним, насколько для нас это дорогое время, когда мы можем быть с Ним один на один. И я хотел закончить такой мыслью. Когда мы находимся за закрытой дверью, там, где нас никто не видит, вот та часть жизни, которая сокрыта от людей, она характеризует нашу действительность. Мы можем даже, знаете, для того, чтобы выглядеть красиво, закрыться для молитвы в комнате. Но то, что мы там делаем, это наша сущность. Я помню, одна сестра делилась, она говорила, муж не верующий, ну и сложно где-то найти время помолиться, где-то или место помолиться. Ну и она как-то ему говорит, слушай, ну мне надо молиться, вот как-то вот, ну хорошо, она говорит, можно я закрою спальню, ну хорошо. Она закрылась, говорит, я так удобно устроилась на кровать, говорит, так вот полулежа перед кроватью, говорит, и уснула, проснулась, не пойму, где нахожусь. Уже где-то два часа ночи, говорит. Потом ее муж сказал, я уверен, что ты спала там, а не молилась. это повторилось еще раз. Знаете, нам трудно себе представить, да, бывает слабость, болезнь, и Бог же все это понимает, но есть еще что-то. Вот представьте себе невесту, которая пришла на свидание в жениху и уснула. Ну, о чем он будет думать? Братья и сестры, давайте скажем сегодня нашему Господу, научи нас молиться. Мы не хотим делать вид, мы не хотим изображать силу, мы хотим иметь эту силу. Мы хотим жить жизнью победы, мы хотим, чтобы наше служение было в силе Духа Святого. Мы хотим, чтобы за нами стоял авторитет, сила и власть Бога, который Он дает людям молитвы. Давайте мы поправим свои светильники, давайте помолимся о том, чтобы быть людьми молитвы, давайте будем вести молитвенную жизнь, которая будет воспламенять Дух молитвы в нашем окружении, давайте об этом помолимся, чтобы это увидели наши дети, наши близкие, наши родные, наши друзья. То, что увидели ученики, когда они наблюдали за молитвой своего учителя. Я хотел бы, чтобы мы сейчас выделили для этого время. Давайте мы сделаем таким образом. Мы не будем длинно молиться. Если у кого-то есть желание много молиться, можете всю ночь сегодня молиться, как Иисус. Но сейчас, чтобы не угощать Дух молитвы, дать возможность помолиться, если у кого-то сложились очень близкие отношения. Поблагодарите за это, Господа. Это же не наша заслуга. Давайте мы помолимся, чтобы сохраниться в этом отношении, потому что сатана хочет разорвать отношения. Хотя бы один день, чтобы не молиться. Там у Даниила, помните, 30 дней. 30 дней, 30 дней, чтобы он не молился. Они были уверены, если он не будет 30 дней молиться, они были уверены, у него будет поражение. Но он делал это, как и прежде написано. Он и раньше это делал. И мы можем не сомневаться, что сатана, у него есть генеральный план повредить нашей молитве на жизни. Давайте мы об этом помолимся. А если у кого-то неправильно, или может быть остыло молитве на жизни, или вы не имеете удовлетворения, желания, об этом признаться трудно, или может быть грех закрыл уста. Братья и сестры, давайте приведем это в порядок. Давайте поправим свою молитвенную жизнь в коротких молитвах. Если вы будете молиться вслух, давайте сделаем это достаточно ясно и громко, чтобы все собрание могло сказать Аминь, Аминь на нашу молитву. Итак, время молитвы. Аминь. Будем молиться. Спасибо за субтитры! Продолжение следует...